Что ты глазами так своими хлопаешь? Не надо, не надо со мной кокетничать! Блин, слушай, она каждый раз, когда я пшикаю так... Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Телкоплей, я Наташа. Мы с вами сегодня продолжаем играть в симулятор этого самого салона. И, короче, смотрите, какая пошла маза. Нам нужно с вами, во-первых, для того, чтобы попасть на новые парикмахерские курсы, и, видимо, купить второй салон, которого у нас нету. Поэтому я предлагаю нам купить с вами второй салон. Наш вот этот салон приносит нам прибыль, что хорошо, что классно, что здорово. Поэтому давайте купим с вами новый салон и не будем, собственно, это самое. Это наш нынешний салон, это наш, возможно, будущий. И вот за 6300. Давайте возьмем за 2200. У меня 3780, в принципе, есть. Давайте его осмотрим. Что там за такой салон и как он выглядит? А, здесь когда-то была мясная лавка. Превосходно. Ну, ладно, давайте купим. Ничего страшного, давайте. Значит, логотип у нас все тот же самый будет, да? Че тут можно какие сделать штуки-то, дрюки-то? Я даже не знаю. Давайте просто вот такой стабильный узор. Немножечко, чтобы у нас как-то отличалась франшиза чем-нибудь. Я думаю, пусть останется вот так. В принципе, меня устраивает. Давайте перейдем в этот салон, наведем в нем порядок. Сходим на новые парикмахерские курсы. О, да. Срача здесь до жопы. Давайте продавать то, что тут продается. Что не продается, то не продаем. Ну, конечно, купили мы залупу. Поэтому из-за этой залупы нам нужно сделать с вами красоту. Будем надеяться, что это получится. Слушай, ну деньги нормально так фармятся. Не прям впустую. Мы с вами сработали здесь. Смотри, прям даже денег заработали на первое оборудование здесь, что приятно. Так, продаем все, что не нужно. Гардероб продаем. Крюки продаем. Это мусор все. Это все мусор. Так, хорошо, давайте убираться. Подмитажки. Вот так вот. Так, это мы собираем ручками. Давайте сначала уберем все вот эти вот сопельки. Все вот это вот нам ненужное убираем здесь. Дальше берем с вами ладошку. И пустой ладошкой. А как это выкинуть? Подожди. А, наверное, вот сюда в мусорку. Все. Опа. Опа, трехочковый бутылку. Э. Э. Опа. Хорош. Хорош. От так. От так. Бля, ну мы молодцы с вами. Смотри. И опс. Потом дальше вот так вот. Опа. Опа. Чего не сделаешь ради новых парикмахерских курсов. Да, ребят? Не, ну клево, что я такие аж четырехочковые умею бросать. Ты погляди, какой у меня уровень умений просто. Да? Так, хопа. Опа. Ну все. Марафет навели. Дальше, смотри. Нужно тряпочкой протереть стеклышки. Потому что стеклышки у нас заляпаны, замызганы. Я не знаю, что с ними делали. Поэтому нам нужно навести здесь порядок. Очевидно. Чтобы заменить окно. А, не, подождите. Сейчас мы сначала вот здесь так вот помоем. Вот. Теперь меняем на следующее окошко. Оно какое-то полузапотевшее, да? Полуоблапанное. Может быть тут, я не знаю, рейв-вечеринка была какая-то, да? Наводим порядок. Вот как все хорошо. Ну все, эскейп. Вот эта штука, мыть ее не надо. Дальше. Смотрим, что нам нужно дальше еще. Шпателечек, мастерочек. Давайте подделываем, подчиниваем. Пробитие здесь с вами. Слушай, ну мы почти даже с вами ничего и не потеряли-то. Кстати, 3000 у меня так и осталось. Покупка мебели. Рабочее место. Блин, ну это сейчас все будем с вами делать. Подождите. Сначала берем, во-первых, ручку. Во-вторых, я хочу посмотреть, открылись ли курсы. Да, смотри, у нас открылся курс по окраске волос и курс по моделированию волос. Давайте сходим на курс по окраске волос. Мы, правда, на нем уже когда-то с вами были. Но сходим с вами еще раз. А то как бы у нас мастера все умеют, а мы не умеем нифига. Так, ну давайте. Наша новая подопытная очередная пришла женщина. Здравствуйте, махарусы. Ну что, давайте вас покрасим. Нанесите краску для волос. Давайте. Ну, давайте мы вас облагородим в коричневый цвет. Мы же ее уже красили. Ну, знаешь. А мне кажется, как будто бы ничего не меняется, да? У вас нет такого ощущения, что мы вроде бы краску наносим, а ничего не происходит? Так, и что? Escape, чтобы выйти. Подойдите к мойке. Так, клиент, клиентутка, иди, надо тебя подмыть. А то у тебя что-то волосы побелели немножко. Кажется, я передержала краску. Ой, а теперь они почернели. Ёшки-матрешки. Смыть краску. А, ну нормально, наверное, время прошло, поэтому они почернели. Это логично, да. Ну, я надеюсь, что вам понравился наш сервис на нашем мастер-классе. Если не понравился, то извините, перекрасьтесь дома. Ничего с вами страшного не приключится. Кондиционер, правильно, чтобы волосики были мягкими, шелковистыми, без обломочек, без секущихся кончиков. Хотя, один хрен они у вас посекутся, но нам как бы буквою-побую. Главное, чтобы вы из салона вышли счастливой. И как будто бы не заметили, что мы сожгли ваши волосы. Так что мы сейчас тихонечко вас это самое тут дотеребунькаем. И смоем этот кондиционер. Видите, как хорошо все с тобой, а? Вот так вот. Ага, смываем все. Вот и все. И смотри, гладкая, шелковистая, все такое мягкое. Теперь ее нужно, наверное, высушить, да? Слушай, ну мне кажется, ей так лучше с таким цветом волос, нежели когда она была блондинкой. Блонд ее дешевил. А так вот посмотри. Видишь, какая красивая женщина к нам пришла? Счастливая, красивая женщина. У нее прям подчеркнулся цвет глаз. Хотя он у нее как бы закрыт, но я уже вижу, что он подчеркнулся. Потому что надо делать правильные прически, правильные, да? Вот и все. Вот она, прекрасная женщина. Смотри. Она сразу стала выглядеть дороже. Поэтому учитывайте хотелки ваших клиентов. То есть, нет, насрить на хотелки ваших клиентов и сделайте все точно так же, как хотели бы вы. А клиентов слушать не надо. Клиентов мы не слушаем. Мы делаем только так, как мы хотим. Ну все, Заюш, свободно. Закончили этот очередной курс. Сейчас будет моделирование волос. Я так понимаю, это прическа. То есть, мы научимся с вами делать прическу и макияж. Вот, поэтому теперь идем с вами на следующий курс. Это курс по моделированию волос. Давайте. Сейчас научимся моделировать волосню. Встречаем клиентку. Она опять где-то перекрасилась. Манда Ивановна, тебе вот с предыдущим цветом было лучше. Увлажните волосы клиента поливеризатором. Так, увлажнить твои волосы из поливериза... Что, 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 что ты? Что ты глазами так своими хлопаешь? Не надо. Не надо со мной кокетничать. Блин, слушай, она каждый раз, когда я пшикаю так... Что-то мы так долго будем из поливеризатора обшикивать твои волосы. Что-то тут какая-то струйка у меня херовая в этом поливеризаторе. Мне какой-то плохой поливеризатор. Инструмент моделирования позволяет создавать более сложные прически. Ага. Ага, пофиг. Так, моделирование волос. Выберите соответствующий стиль. Так, она хочет вот этот. Используйте направляющую линию. Используйте ножницы и машинку, чтобы срезать волосы на нужную длину. Блин, они вот опять сейчас будут жаловаться. Что я что-то им не так отрезала. Не, вроде бы ей все нравится. Но обкорнала ее немножко. Как тебе нравится стрижка? Высушите волосы. А спереди вон какая патла торчит. Ну и что это за прическа такая ублюдочная? Лучше бы мы тебе наращивание сделали. Сделали какую-то херню. Причешите клиента. Естественно, эти же псы сами не умеют чесаться. Поэтому чесать буду я. Мне же делать больше нечего в этой жизни, да? О, видишь, я и оставила кусочек патлы. Ну, это наша первая модель в этом амплуа. Сделайте моделирование волос. Угу, сейчас. О, господи. О, господи. Серьезно? Серьезно? Ёптвою мать, что за прическу ты себе выбрала? Отвратительная прическа. Мне она вообще не понравилась. Что за говнолупа? Мы против такого. Специальный клиент забронировал визит в другом салоне. Я за него очень сильно рада. У меня тут вообще-то своя. Проекты интерьера. Так, предварительный этот самый. Предмет разблокировал на 12 уровне. Не, подожди. Так, а можно я сама? Так, смотри. Значит, потолок. Потолок ледяной. Дверь скрипучая. Паркет, пол. Натуральный ясень. Ясень, красень. Я прекрасен. Березы с жемчужными элементами. Слушайте, ну давайте сделаем с жемчужными элементами. Делаем жемчужные элементы здесь. Все-таки новый салон открываем здесь, в конце концов. Чтоб все видели, что тут дорого-богато. Стены. Зеленые, прямоугольные. Фиолетовая современная мозаика. Белые панельки. Старые. Краска. Голубая. Серая. Белый атлас. Бежевый атлас. Синий атлас. Лавандовый, желтый. Кирпич. Обои. Ну слушайте, обои мне как будто бы не нравятся. Плитка сексуальна. Но не знаю, насколько хорошо. А давайте просто сделаем белым все. Смотри. Белый это благородство. Я считаю, мы заслужили сделать все белым. А там, если что, сейчас сделаем акцентами с вами. Кстати, белый-то выглядит-то хорошо. Ты видишь, как выглядит белый? Мне кажется, вообще суперова. Но мы с вами, наверное, сделаем, чтобы это было как-то более красиво. Я бы хотела что-нибудь добавить. Может быть, какой-нибудь морской атлас. Вот сюда так чисто. Во. Вот так вот побогаче смотрится. Лично по мне. Смотри, да. Дальше. Мебель нам теперь нужно с вами купить. Давайте посмотрим. Нам, во-первых, нужна мойка. У нас 33 тысячи с вами денег. Так что мы можем с вами, в принципе, взять хороший какой-то умывальник. Например, умывальник за 240 тысяч. Такой вот симпатичный. Смотри. Как-то он не сильно симпатичный, если честно. Может быть, вот такой за 240? Как будто бы посимпатичней. Ткань. Давайте. Ткань будет белая. Вот это, естественно, в золоте. В золоте. Керамика. Дерево у нас должно быть. Блин, ну даже не знаю, какое сделать дерево. Ну, давайте вот такое вот. Дерево 2. Такое вот. Все. Хорош. Купили. Идем с вами дальше. Дальше нам нужны вот эти вот столики. Я предлагаю взять просто вот какой-то вот такой вот вариант. Просто белого цвета. Штучки 2. Допустим. Дальше. Здесь. Стульчик давайте возьмем вот такой, чтобы у нас тут было... А я белый там, да, брала? Белый, золото, золото. Вот это вот дерево. Все. Два вот таких вот стула. Дальше. Диван. Какой? Давайте диван с подушечками. Подушечки у нас будут бирюзовые, но диван будет светлый. Хотя, может быть, наоборот, вот так сделать? Нет, давайте подушки все-таки белые, а диван вот так. Так, пуфик. Пуфик. А вот с пуфиком... Нет, с пуфиком давайте тоже белый и вот так. Штучки 2. Купим пуфика. Цветочки. Для сердца и почки. Давайте какую-нибудь пальму купим с вами. Свет, естественно, нам нужен свет какой-то красивый, такой современный, ультраклевый, молодежный. Может быть, изогнутую лампу купить? Смотри, выглядит стилево. Все, денег у меня больше нету. Так что, пока я бомж. Берем ручку свою прекрасную. Давайте распаковываем. Это зеркало у нас, да? Я предлагаю вот здесь это ставить, чтобы все клиенты как бы видели, насколько у нас тут шикарно кипит работа. Богато жить не запретишь. Так, это пуфик пока здесь пусть стоит. Это еще один пуфик. Это пальма. Так, ну смотри, пальму можно пока тоже пока ставить сюда. Люстру давайте пока куда-нибудь сюда вот так вот поставим. Берем следующую распаковку, делаем. Диван пока здесь вставляем. Следующая распаковка. Так, это следующее зеркало. Ну-ка. Здесь прям можно два поставить, если что. Но это у нас на будущее. Вот так вот. И вот это вот распасовываем. Это у нас должно быть где-то... Ну давайте где-то вот здесь у нас это будет. Находиться. И вот здесь же мы поставим вот так вот эту вот херню. А вот с этой стороны у нас будет находиться место ожидания для вшивых клиентов. Блин, а как бы это все сделать красиво? Я хотела красиво все сделать, а получилось все как всегда. Ну давайте вот так. Не, мне так не нравится. Так некрасиво. Хочу, чтобы было все-таки красиво. Поэтому будет вот так. Вот так. А, я просто продам этот пуфик. И все. По-моему секс. Так, что еще можно купить в магазине из мебели? Кресла нет. Это нет. Это что? Это какой-то декор, да? Вот, кстати, декор было бы красиво. Гамак. Полотенце, держатель. Тумбочки. Ковришки. Часы. Во, ковер. Давайте купим белый ковер. Так. Еще. Че хочу я. Ну, наверное, еще одну изогнутую лампу надо купить. Это еще один свет. Я предлагаю его поставить вот здесь. Чтобы у нас было посветлее с вами. Распаковываем. О! По мне вообще красота. Так. Ну, хорошо. Давайте запись клиентов, значит. А куда они будут приходить? Давайте одного расчешем. На 10 утра поставим расчесутку. На 10.30 завитунку. Сюда стрижка, вспышка, омоделирование. Вот покрасочка есть, кстати. 0,5 часа. Ну, давайте, ладно, понатыкаем. Как, кто как тыкается. Кто как мыкается. Так, ну, я, в принципе, всех клиентов-то, в принципе-то, приняла. Сохранить, да, мы готовы. А в тот салон, я так понимаю, люди сами, да, ходят и деньги мне приносят? А то иначе какой смысл? Здрасте, здрасте. Заходите, пожалуйста, заходите в наш салон. Все причешем, все покажем, все расскажем. Ну, смотри, сюда прям уже другие, более повстные клиенты ходят. Видишь, как хорошо. Давайте вас почешем, а, хорошее дом, уже нельзя расчесаться, да? Поэтому расчешем мы здесь вас, да. Не, ну, на самом деле, однотипненькая игра. Я думаю, что максимум еще, если будет серия, то еще одна, потому что, ну, в целом, мы все тут посмотрели. Поэтому, да, в этом плане немножечко грустненько, но пойдет. Так, закончить работу с клиентом. Спасибо большое. Клиентка вроде бы осталась довольна. Свободна. Можно было бы еще им дарить расчески. Там какой-то расстроенный мужик идет. А потому что на нашем салоне не был. Заходите к нам, друзья. Сделаем вам офигенно все красиво. Модно, стильно, молодежно. Все покажем, все расскажем. Все почешем, все причешем. И закрутим, и побреем. Ой, смотрите. А что тебе закручивать? Слушай, реально сюда другие клиенты ходят. В тот салон как будто бы бомжи какие-то ходят. А в этот, смотри, приличные люди. Давай, крошка, садись. Что тебе сделать? Завивку. Какую ты хочешь завивку? Вот эту ты хочешь завивку, да? Сейчас мы тебе сделаем. Делаем завитушки. Для маленькой мандюшки. Ну, какие-то такие завитушки. Меня не очень не вдохновили. Главное, что клиент счастлив, да? Ну, знаете, она похожа теперь на какую-то взлохмаченную псину. Ну, что мне еще тут сказать? Реально взлохмаченная псина. Пуделиха. Ты Пуделиха, понимаешь? Была нормальная женщина, а теперь стала Пуделихой. Ну, может быть, ей так нравится. Может быть, она себя внутри чувствует Пуделихой. Ждем следующих клиентиков с вами. Следующий вроде бы посложнее там клиентик. О! Ля какая! Ну, садись. Куда тебя? Смочить твои волосы душем? Ну, иди смочуй. Смочу, не отрывая от ботвы. Давай. Ой, там, по-моему, что-то как-то у нас это самое. Давайте, значит, смачиваем волосню этой женщины. Чтобы было ей хорошо, влажно. Пришла тут за своими вшами. Нанесите шампунь, давай. Мы же с вами все должны здесь делать. И помыть, и побрить. Жопу начистить. Тут почистить. Блин, мне кажется, я вроде бы везде уже нанесла шампунь. А оказывается, что нет, да? Где-то на затылке проэтовались с вами. А, ну, ей понравилось. Хорош. На лицо. Тебе нальем. На лицо и на яйцо. Высушите волосы. Все. Садитесь, я вас просушу. Моя хорошая. Садитесь, девочка моя. По-моему, у нее волосы теперь стали не темные, а каштановые. То есть были до этого черные, а теперь каштан. Сушить. Сейчас она захочет какую-нибудь стрижку, да? Модную. Давайте сделаем вам моделирование ваших волос. Я бы еще сделала бы вам нормальный макияж, что у вас он ублюдочный. Давайте сделаем вам нормальный макияж, девочка моя. А? Давай макияжик сделаем, не? Хорошая. Это там как будто ты, я не знаю, что ты делала с собой. Причешить клиента. Конечно. Блин, ну выглядит она, конечно, как я не знаю что. Как будто она бухает без перестановки. Ну такая, типа, видишь, бухлишка. Что ты на меня смотришь? Я по факту говорю. Как есть говорю. Ну вот если ты вот так вот выглядишь, что? Что? Все? О, моя хорошая. Ну иди. Я думала, вон там, смотри, люди грустные ходят за стеклом. Бедная. Почему она такая грустная? Что с ней? А потому что не зашла ко мне в мой салон. Вот ты и грустная. А зашла бы в мой салон. Я бы сделала тебе прическу. Это вообще женщина. Смотри, горилла. Да, это женщина пришелец. Она притворяется человеком. Я тебе отвечаю. Она не настоящая. Это не человек. О, о, о. Женщина в красном. Ну привет, малыха. Покрасьте клиента в стиле омбре. О, сейчас я тебе сделаю омбре. Сейчас от тебя так будет омбрем фонить, что ты охерешь. А что это у нее за волосы? Ты где вообще была? Так, тебе нужно покрасить в стиле омбре, да? Давай омбре. Ты выбрала оттенки синего. Основной цвет. Давай серый. А вот такой цвет. Все, нормально, да? Тебе нравится так? Надеюсь, что нравится. Она попросила в стиле омбре. Я ее в стиле омбре и крашу. Чтоб ее омбре было всем омбре-омбре. Надеюсь, он останется довольный. Не знаю, что мы там ей сейчас накрасим. Это первая покраска после курсов. Тетенька, пойдемте смываться. А то вы останетесь без волос, тетя. Тетя, вы останетесь без волос. Тетя, быстрее. Надо смывать. Срочно, тетя. Тетя. Бля, что это такое от тебя так пахтит? Что я там ей сделала, я, конечно, не знаю. Но, возможно, она теперь стала похожа на старую бабку. Хочется, конечно, верить, что нет. А, а не надо бальзам ей. Ладно. Без бальзама домой пойдешь. Бальзам нынче дорогой. Что-то вообще изменилось? Мне кажется, ни хрена ничего не изменилось. Не, ну как бы красивше стало того, что было. Но я не вижу, что здесь что-то серое было. М-м-м-де. Очень странно. Очень странно. Не вдохновились. Причшить клиента. Конечно. Я бы ее утяжком бы выпрямила. Мне вообще не нравится состояние ее волос. Они некрасиво выглядят. С ними какая-то беда. Понимаешь? Ну и что это за амбре такое? Херовая какая-то. Но ей так больше идет. Мне приходится так говорить. Понимаешь? Мне же надо как-то клиентов своих. Это самое. Правильно? Поэтому я и говорю, что да. Ей так идет. Идет гораздо больше. О! Ты второй раз что ли пришла? Ля, ну садись. Ля, пришла второй раз сюда. Или это другая? А, да, она другая. Но они похожи. Увлажнить волосы из пульверизатора. Давай, сейчас тебя увлажним. Увлажняй ее полностью. Блин, они так дурацки увлажняются. Так, подстричь. Ты хочешь стрижку? Используй ножницы и машинку. Так, надо красное отстричь, да? Отрезаем то, что ей не нравится. Отрезаем только красное. Зеленое трогать нельзя. Уберите волосы пылесосом. Высушите феном. Давайте высушим. Женщина-одуванчик. Причешите клиента. Давай. Я уже устала вас всех чесать, если честно. Как-то затянулось у нас почесывание клиентуток. Да вот эти, господи. Вот эти прятки. Да, молодец. Ну, не знаю. А когда ко мне начнут ходить женщины с длинными волосами? Разблокирован какой-то герес. Стрижки разблокированы. Вы найдете в магазине мебель. Он доступен в четырех очаровательных вариантах. Стрижкин поставляет сдок станции. Он будет ждать очередной задачи. Чего? А, это типа пылесос. Господи. Это пылесос. Капец. Это мистер пылесоскин. Приколись. О, женщина. Здрасте. Омбре хотите? Сейчас мы сделаем вам омбре. Может быть, какие-нибудь яркие цвета? Может быть, вы что-то хотите попробовать? Что-то смелое? Ну-ка, давай посмотрим. Кисточка. Какой у вас омбре? О, смотри. Так, ну смотри, смотри. Цвет омбре. Предлагаю розовый. А основной цвет у нас будет серый. Как просили. Давайте. Сейчас посмотрим, что сейчас мы за омбре сделаем. Хоть кто-то пришел за ярким окрашиванием. Правильно? Не надо стесняться. Скоро лето. Надо быть яркой. Сейчас посмотрим, что я там за омбре сделала. Давайте, идите. Я смою вам красочку, женщина. Заходите. Заходите, моя хорошая. Заходите. Что вам там? Подмыть? Что? Смыть краску? Давай. О, слушай. Ну, выглядит что-то стильно. Я вижу, куски розового пробиваются. Нанести кондиционер. Давай. А почему-то Аня захотела кондиционер нанести. Так, как будто бы не захотела почему-то. Не, ну я думаю, эта омбра должна быть красивая. Так, иди садись, шмара. Не, не, не. Смотри, смотри. У нее там прям градиент. Слушай, я считаю, я сделала стиль. Я сделала очень стильное окрашивание. Смотри, какое вау. Моя ты кошечка. Тебе очень идет, киска моя. Я считаю, это самое четкое окрашивание, которое мы с вами делали. Посмотри, как красиво подобраны цвета. А? По-моему, это шедевр. Так, вот тут одну прядку не дочесали. Ты посмотри, как ей идет. Она прям обновилась. Я даже завоевала себе популярность, естественно. Спасибо, моя хорошая. Я собой горжусь. Такую красоту с вами сделали, а? Профессионалки. Это был ваш последний клиент. Хотите завершить день? Да. Завершаем день. Зимняя вишня так другая. И вот это. Во, хорошо. Неплохо. Даже звезду получили. Супер. Ну что ж, вот такая вот получилась серия. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то поддерживайте лайком. Подписывайтесь на каналчик. Думаю, еще разочек с вами в эту игру сыграем. Но не думаю, что будем в ней надолго задержаться. Потому что, ну, скучновато, как по мне. И довольно однотипненько. Что считаете, выпишите в комментарии. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok